Украина накрыла волна реформ. Изменения проходят практически во всех министерствах. Позитивные трансформации в начале сентября отметила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. О целесообразности реформ и их своевременности мы сегодня общаемся с Александром Пасхавером, советником президента Украины. — Последние изменения вернули в страну, скажем так, годы назад в плане экономическом. Реформы, которые сейчас проводят, они помогут, по вашему мнению? — В экономическом плане мы неудачная страна, это известно. Но вот что интересно, что произошло буквально пару дней тому назад. Руководитель Международного валютного фонда приехала сюда и неожиданно для нас, для всех, дала очень высокую оценку нашим реформам. Я думаю, на мой взгляд, завышенной, но мы не можем подозревать ее, что она рекламирует Украину. Она очень серьезный человек, ее слова всегда тщательно подобраны. Я думаю, что она имела в виду, когда так нас хвалила, те реформы, которые нужны Международному валютному фонду для того, чтобы быть уверены, что мы отдадим деньги. То есть это достаточно, это не все реформы, это не реформы, связанные с социальным сектором экономики. Но само по себе и главное, что она сказала, что мы все-таки восстановили стабильность экономики. И что это дает предпосылки к росту уже в следующем году. Причем, все-таки надо помнить, что это на фоне войны. Поэтому это хороший успех. Реформы непосредственно, по вашему мнению, были или являются наиболее перспективными или наиболее эффективными уже в данный момент? Я думаю, я сторонник того, чтобы первыми реформами была замена бюрократии. Это происходит, но это происходит эволюционно. По мере того, как новые люди приходят, от старых освобождаются. Но мне представлялось, что реформы были бы значительно более последовательными и более решительными и более быстрыми, если бы мы революционным путем радикально сменили бы бюрократию. Так, как мы меняем, например, милицию на полицию. Довольно много позитива в сторону силовых блоков, назовем это так, и много негатива в сторону экономического блока правительства. Вы разделяете эти полиции? Нет, я бы не сказал. Я бы сказал, что что хвалила руководитель МВФ? Она именно хвалила экономический блок. Поэтому тут у меня... Я бы сказал, что проблемы, которые есть сейчас, это прежде всего обновление бюрократии. Вот здесь не идет, и это есть главная проблема, препятствие. Потому что при отсутствии такого обновления, скорее всего, мы можем потерпеть неудачу. И вторая проблема, это проблема подключения населения, активного подключения к процессу реформирования. В планах приватизации госпредприятий, вот по вашему мнению, это все та же стратегия выживания или реализации? Это, если хотите знать, это один из элементов борьбы с коррупцией. Не более того. Просто мы не в состоянии побороть коррупцию на государственных предприятиях. Поэтому было принято решение, что уж лучше их продать, чем неудачно бороться с коррупцией. Несмотря на нестабильность финансовых рынков, и Европа, и Соединенные Штаты Америки всячески поддерживают Украину и в финансовом плане, и в плане продвижения реформ. Я не сказал, что всячески, но поддерживают. Ну, поддерживают. По вашему мнению, удастся ли использовать по предназначению средства, которые приходят к нам? Я возвращаюсь к той неожиданной похвале, которую я дал руководитель МВФ. Не было бы этой похвалы, если бы эти средства были бы использованы не по назначению. Было несколько скандалов по этому поводу. В некоторых направлениях мы велись, как я обычно, так сказать, сочетая коррупцию с воровством. Но в целом, те средства, которые были даны, я говорю в целом, за исключением некоторых скандалов, они использованы рационально, иначе бы вот этой характеристики МВФ про нас не было бы. Но даже вы говорите, что это завышенная немножко оценка. Почему? Нет, нет, она завышена в том смысле, она не распространяется на все реформы. Я не думаю, что она завышена в отношении финансового блока. Это слишком серьезный человек, и слишком ответственно она произносит слова. Поэтому в отношении финансового блока, я думаю, она адекватна. То есть мы сумели стабилизировать ситуацию. Это и есть итог. Станет ли этот посыл сигналом для других, возможно, финансовых организаций, по вашему мнению, учитывая значимость? Я понимаю, это очень позитивный для нас фактор. Неожиданный и позитивный. Да, конечно. Конечно, когда МВФ просто дает деньги, это уже сильный, это самый сильный сигнал, когда МВФ дает деньги, значит, в страну можно уже вкладывать деньги. Но когда руководитель МВФ начинает тут выступать как просто пиар-менеджер, то это, несомненно, даст позитивные результаты для будущих инвесторов. Конечно, они решают сами, но такие сигналы для них очень важны. Грубо говоря, за последние полтора года вот ваша оценка реформ комплексно? Первая моя оценка, они идут. Это не липо. Вторая оценка, они идут медленно и не очень решительно, за исключением некоторых локальных областей. И противоречиво, я бы сказал. Реформы — это эфемизм. На самом деле, это настоящая война. И вот эта война идет с переменным успехом, но в целом я вижу, что наши войска медленно продвигаются в нужном направлении. Так я бы сказал. Соответствует ли это направление изменениям в глобальной экономике? Ну, мы идем в нужном направлении, а пока экономика наша очень слаба. Поэтому мы еще не в состоянии сравниваться с развитыми странами. Нам нужно для начала просто взять какой-то темп. Я не думаю, что мы сразу возьмем темп, который позволял бы догонять, но по крайней мере 3% роста устойчивого даст нам возможность хотя бы идти в ногу с мировой экономикой. Соответствуют ли реформы в Украине требованиям мировой экономики? Об этом мы сегодня общались с Александром Пасхавером, советником президента Украины. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулеваба специально для Дугас Копи-ТВ из Киева. Редактор субтитров А.Семкин